Серьезную культурную встряску решило устроить горожанам Магнитогорское концертное объединение. По его инициативе 1 марта во Дворце культуры металлургов имени Сергея Рженикидзе впервые в городе пройдет музыкальное сражение двух известных магнитогорских коллективов струнного шоу Вилона и шоу группы «Баян Позитив». На импровизированный ринг каждый коллектив выйдет со специально подготовленной программой, посмотрев которую, зрителям предстоит решить, кто же станет победителем этого зажигательного музыкального баттла. Скрипка и «Баян». Идея заставить соревноваться два таких разных инструмента вызвала недоумение у руководителя струнного шоу Вилона Ольги Дмитриевой. Она была категорически настроена отказаться от музыкального баттла. Для меня сравнивать «Баян» и «Скрипка» у меня как-то «Скрипка» – это «Скрипка», «Баян». Однако, услышав мнение, что против «Баяна», на котором выросло ни одно поколение уральцев, у «Скрипки» шансов нет, резко передумала. Темпераментная «Скрипачка» решила доказать, что главное не то, на чем играют, а музыка, которую рождает инструмент. Дмитриева заявила сразу, конкурентам из «Баян Позитива» соревноваться с ней будет нелегко. Я считаю себя опытные ребят во многом. И в кругозоре, скажем так, увиденного мной. Потому что я в основном работаю не в Магнитогорске, а в других городах. И мне довелось очень много увидеть, много чему поучиться и с какими-то коллективами познакомиться. И много откуда идей набраться. Принятый вызов взбудоражил магнитогорских меломанов. Предстоящий батл уже окрестили сражением льда и пламени. Среди множества разномастных групп оба магнитогорских коллектива заметно выделяются индивидуальным творческим почерком. Особенностью Вилоны являются сумасшедшие скорости и ритмы, нервная пульсация в каждом звуке скрипки. Отличительной чертой «Баян Позитива» – мощнейшая энергетика позитива и добра. Так что определиться с симпатиями зрителям будет нелегко. Тем более, что оба соперника обещают порадовать новыми программами. У нас будет и классика в обработке, и современные какие-то будут произведения в обработке, будут в обработке мелодии с любимых кинофильмов, ну и плюс сюрпризы. Это будет несколько разных для нас составов, в том плане, что это будет и сольно, и с виланчелистками, и дуэтом, и с балетом, и даже с детским коллективом. Место музыкального сражения станет дворец культуры Арджиникидзе, куда обе группы приглашают прийти не только своих поклонников, но и всех любителей музыки, обещая подарить незабываемое шоу. Продолжение следует...